В эфире итоговая программа неделя. Здравствуйте, меня зовут Айрат Салимов. Сегодня в выпуске. Для себя мы приняли решение быть во всех вопросах открытыми. Азадбек Мурзин призвал все предприятия последовать примеру Нижнекамск-Нефтехима. В мэрии обсудили расследование экологических инцидентов, произошедших 8 и 15 сентября. Обстановку вокруг себя, в том числе и экологическую, природную, мы создаем сами. В Нижнекамском районе состоялась масштабная акция по очистке прибрежной зоны озера Каракуля «Чистый берег». В первых рядах сотрудники Нижнекамск-Нефтехима. Я сейчас вам сделаю прививку, вы должны сегодня не купаться. На промышленных площадках полным ходом идет прививочная кампания. Возможность отключиться от работы и пообщаться с ребятами из других цехов, с других заводов и со своими в неформальной обстановке. Нефтехимики сразились за звание самого умного. Первая игра осеннего сезона под названием «Я знаю» собрала почти 100 участников. Итак, начнем наш обзор самых нашумевших событий за неделю. В среду в Нижнекамске в администрации города состоялась встреча представителей природоохранных структур и сполкома, руководителей крупных промышленных предприятий, общественников и журналистов. Они обсудили расследование экологических инцидентов 8 и 15 сентября. Напомним, под подозрением оказались три компании – Нижнекамск-Нефтехим, Тайфынка и Танека. Правда, слово на совещание взяли не все. Яркий пример открытости и принципиальности перед городом и населением продемонстрировал генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима Азад Бекмурзин. Подробности в сюжете. Первым на совещании по промежуточным итогам расследования экологических инцидентов слово взял заместитель прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев. Он сообщил, что 11 сентября началась масштабная прокурорская проверка предприятий Нижнекамского промышленного узла. В состав комиссии вошли Министерство экологии РТ, Управление Росприроднадзора и Роспотребнадзора Республики, представители Привовского управления Ростехнадзора и сполкома НМР. К работе привлечены лаборатории из Ульяновской и Самарской области. В своем докладе заместитель прокурора озвучил уже известные горожанам данные по результатам проб. По факту загрязнения атмосферного воздуха 8 и 15 сентября комиссии с лабораторным сопровождением в период 21 часа до 24 утра взяты проба атмосферы в городе и в химически загрязненных коллекторах и промышленной зоне города Нижнекамск на предмет выявления источников загрязнения. По результатам выявлено превышение предельно допустимых концентраций по этимбелзову в 11 раз, по сероводороду в 2,9 раз, по форнодегиду в 1,5 раз. Они по объектам пробу находятся в городе. Руслан Минибаев заверил, что по обоим инцидентам проверки будут продолжены до тех пор, пока источник не будет найден и виновники не понесут соответствующее наказание. Свою внутреннюю проверку проводят и промышленные предприятия. Первому из руководителей трех подозреваемых компаний слово дали генеральному директору ТАИФНК Рушану Шамгунову, так как именно это предприятие с 3 сентября находилось на капремонте. Также городоначальник отметил, что в прошлый раз гендиректор ТАИФНК хотел сообщить что-то важное. Приказом была создана комиссия по явлению всех фактов, есть такие нарушения. Комиссии были проверены, все источные воды. Нарушения мы не обнаружили. Чтобы в полной мере уверить в невиновности собравшихся, Шамгунов отметил, что 15 сентября оборудование компании стояло открытым. На тот момент там уже проводились ремонтные работы. В заключении Рушан Рашидович подчеркнул, что ТАИФНК физически не может в этот день быть источником выбросов. А про 8 сентября он умолчал. В свою очередь мэр Нижнекамска заявил, что итоги на этом совещании озвучиваться не будут. Следующим выступающим стал генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима. В начале своей речи он отметил, какую работу проводит акционерное общество для улучшения экологической обстановки в городе. Среди наиболее масштабных – реконструкция биологических очистных сооружений. Также руководитель упомянул и о четвертой экологической программе, которая сейчас реализуется в компании. Вопросы экологии для Нижнекамска-Нефтехима всегда были в приоритете. Так как мы живем все в этом городе, и соответственно те проблемы, которые озвучиваются, они нам не чужды. Здесь наши дети, здесь наши семьи. Мы дышим все тем же воздухом. И для себя мы приняли решение быть во всех вопросах открытыми, прямыми и готовы контактировать с любыми органами, и предоставлять любую информацию, чтобы те вопросы, которые мы обсуждаем, в конечном итоге были решены и минимизированы те негативные воздействия на окружающую среду, на воздух, на экологию нашего родного города. В компании оперативно отреагировали на инцидент, случившийся 8 сентября. Специалисты предприятия вошли в состав межведомственной группы по поиску источника загрязнения. Мы оперативно подключили свои передвижные эко-посты, которые совместно с лабораторией Министерства экологии осуществляли забор проб атмосферного воздуха как на территории подразделений, так и на территории самого города. Влияние биологических очистных было исключено. Вероятной причиной были две. Это выброс в атмосферу при подготовке оборудования к капитальным ремонтам на смежных нам предприятиях, так как на Нижнекамске нефтехимии не производились никакие работы. Соответственно, также возможной причиной было загрязнение коллекторов химзагрязненной канализации, которая связывает наш промышленный узел и биологические очистные. По его словам, на биологические очистные сооружения за три часа до этой массовой загазованности Нижнекамска пришли стоки, в которых было зафиксировано однократное незначительное превышение по Толуолум. Реконструкция БОСС сыграла свою роль. Очистные справились на 100%. И к инциденту 8 сентября компания не причастна. Азадбек Мурзин акцентировал на этом внимание присутствующих. 15 сентября в Нижнекамске нефтехимии также оперативно отреагировали на произошедший инцидент. На предприятии работали всю ночь все главные инженеры подразделения и специалисты. Совместно с газоспасательным отрядом и внутренними надзорными отделами провели анализ и сделали выводы. Опять же поступил сигнал с биологических очистных, что на биологические очистные поступили стоки с нарушениями. Мы выяснили, что 15 сентября был произведен слив подтоварной воды в химзагрязненную канализацию нашего предприятия. И что не исключило вероятность попадания углеводородов в химзагрязненный коллектор. И далее набоз, то что мы зафиксировали. Но могло ли это стать причиной неприятного запаха в некоторых районах города пока не ясно. Что же касается данного нарушения, виновные наказаны. Издан приказ по объединению по Нижнекамскнефтехиму. О наказании руководителей, допустивших такой, скажем так, сброс несанкционированный. На предприятии провели тщательный анализ всего случившегося. Разработан комплекс мероприятий для исключения в дальнейших подобных ситуациях. Учитывая еще и тот факт, что в ближайшее время ряд заводов будут вставать на капитальный ремонт. Это ежегодная плановая процедура, которая необходима для дальнейшей работы предприятия. Перед началом капремонта в компании проведена большая подготовительная работа, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. 17 сентября состоялось совещание с участием руководителей производства, на котором Азад Бекмурзин еще раз акцентировал внимание, что главной задачей при проведении капремонта является соблюдение промышленной и экологической безопасности. С этой целью необходимо разобрать систему каскадного контроля, выявления и пресечения несанкционированного сброса стоков. Дано жесткое указание усилить контроль за состоянием и подготовкой оборудования капитальному ремонту. В первую очередь это касается таких процессов, как опражнения, продувка и пропарка. Я попросил и профсоюзную организацию нашу подключиться, раздать телефоны собственные наших ответственных по всем подразделениям, чтобы аппаратчики, работники технологических цехов своевременно сообщали о тех или иных, скажем так, возможных нарушениях и предотвращали. По словам Азата Бекмурзина, каждый сотрудник должен осознавать недопустимость нарушений в области промышленной и экологической безопасности. Над этим в компании тщательно работают. Сознание должно быть поменено и у нас на предприятии, и на предприятиях, смежных с нами, чтобы любой вопрос, который связан с экологией, с промышленной безопасностью, с техникой безопасностью, становился номер один. Мы должны поменять мышление у своих работников и не потакать им в сокрытии, а наоборот, призывать их к тем, чтобы они открыто говорили о тех вопросах, которые необходимо нам решать. По мнению Азата Бекмурзина, необходимо разработать систему поощрения сотрудников за своевременное пресечение возможных нарушений в этой области. Учитывая произошедшее, на предприятии предусмотрели всю дорожную карту по объектам, усилили контроль со стороны службы безопасности и специалистов отдела охраны окружающей среды. Генеральный директор заверил, что со своей стороны Нижнекамск-Нефтехим будет прилагать все усилия и возможности для развития города, создавая комфортные условия для его жителей. Исторически сложилось так, что за спиной Нижнекамск-Нефтехима все прячутся, я это искренне говорю. Это было сложилось, наверное, еще 50 лет назад, когда был Нижнекамск-Нефтехим, был город Нижнекамск. Сейчас появились другие предприятия, техногенная нагрузка увеличилась, как бы ни говорили другие предприятия, что у них там мыльные пузыри делают. Все они предприятия массовые, расширяются, и здесь мы должны вместе работать над теми вопросами, а не скрывать друг от друга. Генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима отметил, что являясь депутатом в Госсовет РТ, он вошел в состав Комитета по экологии, и теперь его приоритет – политика открытости, как на уровне своего предприятия, так и на уровне взаимодействия с другими компаниями и общественностью города. А потому нужно усилить работу в области выявления всех возможных источников негативного воздействия на воздушную среду в городе. Так, например, почему-то до сих пор не озвучены результаты проверки предприятий, расположенных на территории ПСИ и в поселке строителей. Также Азадбек Мурзин обратил внимание на то, что ряд небольших предприятий Нижнекамска пока остаются вне поля зрения надзорных органов, прячась за спинами крупных компаний. Например, та же на станции Алань пропарка, которая непонятно как ведется, и она также может накрывать. Это та же четверка, где объявление в городе есть, что пропариваются автоцистерны. Это целый блок ПСИ, который до сих пор мы так и не разобрались, какой он выносит вред. Азад Шаукатович призвал к совместной работе специалистов Ростехнадзора по решению существующих проблем, учитывая их профессионализм и умение анализировать производственные процессы, привлекая для этого более грамотных и профессиональных сотрудников. Они знают, как по косвенным причинам, по косвенным распоряжениям, по косвенным приборам выяснить то влияние, которое приносят те или иные, скажем так, предприятия. Иначе мы не добьемся ничего. Мы ставим для себя такую задачу, быть открытыми, и призываю всех остальных. Мундиры чистить хорошо, но глаза людям надо смотреть открыто. С нескрываемым удивлением воспринял эмоциональную речь Азата Бекмурзина, мэр Нижнекамска Айдар Медшин. А до этого не было так официально. Не заявлялось. Это позиция государственного человека. Это не громкие слова. Сейчас действительно важно, как вы сказали, выяснить все детали случившегося по восьмому часу. Я еще раз хочу сказать, что, Шавкадж, ваша личная позиция к произошедшему, что сегодня вы говорите об этом открыто, она должна стать и другим примером, каким должно быть отношение и к городу, к его жителям, и к вопросам экологии. Новый директор Танека Элшат Салахов на совещании отмолчался, выступать не стал. Слово глава администрации предоставил некогда первому руководителю этой компании, а ныне председателю общественного совета Нижнекамска Хамзе Багманову. Свою речь он начал с оценки выступления Азата Бекмурзина, поблагодарив его за открытость и сделанные заявления. Заметив при этом, что общественный совет в течение года пытался разобраться в ситуации, но не всегда, по его мнению, это воспринималось однозначно. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия работали стабильно, но и при этом город не испытывал проблем жизнедеятельности в связи с работой этих предприятий. Поэтому одно из первоочередных вопросов, на что мы акцентировали внимание и привлекали вас, это быть максимально открытыми. Также Багманов привел в пример Нижнекамск-Нефтехим за своевременное оповещение населения о предстоящем капитальном ремонте на заводе «Этилена». Завершая совещание, мэр Нижнекамска, Айдар Медшин подвел итоги, добавив, что поддерживает открытую политику генерального директора Нижнекамск-Нефтехима и солидарен с ним в том, что отношение к потенциальным источникам негативного воздействия должно быть одинаковым. Одинаковое отношение должно быть ко всем негативным, воздействием или источником полиции. Крупные, безусловно, они в первом ряду, что называется. И повышенное внимание к этим источникам, к этим потенциальным источникам. Но, безусловно, это должно распространяться на всех без исключения. Итог расследования глава обещал озвучить после завершения всех проверок. Евгений Галякберова, Гузель Вазиева, Влас Симагин, Марина Чернышкова, НМедиа. Мы будем и дальше следить за итогами расследования, а теперь к другим темам. Нижнекамцы вот уже несколько месяцев подряд ведут борьбу с предпринимателем, который намеревается возвести на месте футбольного поля торговый центр. Во время прямой связи Айдар Мершин пообещал отменить строительство магазина во дворе дома на Симбике 63. Поступок градоначальника нижнекамцы оценили. Вот, правда, никто и не задумался о том, что обещание спустя несколько недель останется лишь на словах. Никакого документа, подтверждающего отмену строки, пока нет. Зато судебное разбирательство есть. Оно состоялось во вторник. Суть дела в том, что они продлили аренду на эту землю, на эту футбольную поле. Мы хотим сделать культурное футбольное поле, тренажеры поставить для детей. Бизнесмен Юлия Маняхина считает свои действия законными и, несмотря на публичное заявление градоначальника о прекращении работ, отменять возведение магазина не собирается. На сегодняшний день стройка торгового центра на Симбике 63 заморожена. Идет судебное разбирательство. Следующее слушание назначено на 10 октября. Жители дома по улице Строителей 22А с нетерпением ждут, когда же продолжат ремонт в подъездах их дома. Начали работы почти месяц назад. За все это время коммунальщики успели только нанести первый слой побелки и поменять обычные лампы на светодиодные, которые реагируют на звук. Журналисты НМедиа обратились за разъяснениями в управляющую компанию. Там, как всегда, нашлись оправдания. К слову, после выхода сюжета нижнекамцы в соцсетях начали обсуждать эту тему и оказалось, что жители Строителей 22А не одиноки в своей беде. Многие горожане месяцами ждут пропавших коммунальщиков, которые бросают ремонт на полпути. Вы смотрите программу «События» для тех, кто присоединился к нам только что. Я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамской не только вы можете найти на сайте медианкнх.ру, а также в группе ВКонтакте. Подборка новостей на наших интернет-площадках вас приятно удивит. Ничего лишнего, только самое горячее и интересное. Мы будем рады вашим комментариям. А сейчас слово Евгении Смоленковой. Она расскажет о последних новостях промышленного сектора. Здравствуйте. Начнем с самого интересного. Нефтехимики привезли три медали с чемпионата WorldSkills, который проходил в Сочи на протяжении недели. Компанию «Нижнекамск нефтехим» представляли семь работников предприятия. Трое участников и четверо экспертов. Сегодня Артем Роменский и Радик Аглямов в гостях в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно в Сочи прошел отраслевой чемпионат WorldSkills. Каково это вообще, вопрос к вам сейчас, Радик, каково это представлять Нижнекамск нефтехим на таком масштабном мероприятии? Поделитесь эмоциями. Ну, сначала присутствовало волнение, ответственность большая, то, что поехал с такого большого предприятия и выбрали только меня. Ну, волнительно было. Приняли нас хорошо, все простые, как мы, все участники, эксперты были простыми. Артем, вопрос вам. Вы на соревнованиях выступали в качестве эксперта. Вот расскажите, каково это – судить участников? Ведь очень важно ничего не упустить и поставить правильную оценку. Ну, достаточно волнительно было. Первый раз я вообще участвовал в таких соревнованиях, и тем более еще пришлось выступать в роли судьи. Какое, на ваш взгляд, было самое сложное задание на чемпионате? Ну, они были все сложными. Особенно было сложно – это на третий день участия нашего, разборка-сборка насосов, дефектовка и все размеры, эскизирование. Ну, более волнительно было и более дольше проходил конкурс. Перед соревнованиями я знаю, что у вас была такая глобальная подготовка. Вот вопрос к вам, Артем. В чем вообще заключалась подготовка? Знали ли вы задания, которые будут там? И как вообще вы готовились? Когда нам сообщили, что мы будем принимать участие в этих соревнованиях, точного задания мы еще не знали. Примерно за месяц до начала конкурса организаторы выставили нам регламент проведения чемпионата, в котором было описано примерное задание. Исходя от этого уже отталкивались, составили план подготовки. Все у нас было расписано, вплоть до часов, когда и чем мы будем заниматься, как готовиться. В учебном центре нам сказали, что можете пройти всем необходимым, мы вас обеспечим. А вы в роли эксперта вообще впервые выступали? Впервые. Я вообще никогда не принимал участие в подобных соревнованиях. Было как волнительно, так и интересно. Но до этого прошли какое-то тоже обучение? Да, по стандартам WorldSkills было обучение. Два дня дистанционного обучения и потом сдача экзамена. Радик, расскажите о деятельности вашего цеха. Какой завод вы обслуживаете и в чем заключается именно ваша работа? Наш цех 6525 обслуживает завод СПС, ремонт технологических оборудований. Мы ремонтируем насосы, именно наш участок. Я непосредственно являюсь мастером на этом участке по ремонту насосного оборудования. Кроме насосов мы еще ремонтируем все динамическое оборудование, реактора, мешалки, вентиляторы. Все, что связано с вращением непосредственно. Спасибо вам за столь интересную беседу, за то, что уделили нам время. До новых встреч. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч. Сотрудники компании «Нижнекамскнефтехим» не только на 100% обеспечены спецодеждой, но и своевременной стиркой и химчисткой рабочей униформы. Эту функцию обеспечивает хозяйственное управление предприятия. Здесь установлены особые машины, которые на раз-два способны справиться со специфическими загрязнениями – маслами, мазутом, углеводородами. Последние несколько лет эту работу выполняла одна стиральная машина с функцией химчистки. Но поскольку предприятие расширяется, потребности возрастают. Поэтому компания «Нижнекамскнефтехим» закупила еще одну современную машину с аналогичным функционалом. У работников «Нижнекамскнефтехима» спецодежда всегда должна быть в чистом виде. С плотным графиком их профессиональной деятельности нужно успевать за ней следить. Химчистка спецодежды проходит в этих стиральных машинах. Сейчас на территории промышленного предприятия их две. Мы обратились к первому заместителю генерального директора, главному инжнекамскнефтехиму Шерифулину или Фаду Глафиджу с такой просьбой именно помочь в приобретении именно этой второй машины для химической чистки спецодежды. Все сотрудники компании, а их порядка 16 тысяч человек, должны своевременно получить чистую рабочую экипировку. С такими объемами справляться непросто. Но, по словам начальника хозяйственного цеха Владимира Григорьева, благодаря новой стиральной машине с функцией химчистки это стало делать проще. По мере накопления у заводов, как говорится, в подразделениях, в цехах, они собирают и привозят туда. Как говорится, это можно делать каждый день. Данный аппарат, он очищает спецодежду от химзагрязненных масляных нефтепродуктов, веществ. Получение средств индивидуальной защиты сотрудниками компании происходит с учетом пола, размеров работника и особенностей выполняемых именно задач. Бесплатно выдают костюм от общих производственных загрязнений, нательное белье, кожаные ботинки, утепленные сапоги, а также смывающие и обезвреживающие средства. Все это проходит обязательную сертификацию. Кира Николаева, Кирилл Темников, Лас Семагин, НМЕДИА Наступил осенний-зимний период, а это значит иммунитет у человека ослаблен и подхватить какой-либо вирус ничего не стоит. С 16 сентября в Нижнекамск нефтехимии началась вакцинация работников от гриппа. Продлится она до второй половины октября. За это время планируется привить порядка 11 тысяч человек. Ленар Вазиев работник компании Нижнекамск нефтехим. На предприятии трудится почти три года. Молодой человек следит за своим здоровьем. А лучшая профилактика – это, конечно, вакцинация. Особенно сейчас в период, когда начинается сезонная эпидемия. Я сейчас вам сделаю прививку. Вы должны сегодня не купаться. Уделяю большое внимание здоровью. Прохожу все медкомиссии, сдаю анализы. Стараюсь ходить на все прививки. Работники Нижнекамск нефтехима обслуживаются в отдельной поликлинике, где без очереди могут поставить прививку от гриппа. Вакцины на предприятии закуплены в достаточном количестве. Вакцина против двух типов гриппа – А и Б. И подразделяется на два подтипа – H1N1 и H3N1. Простым языком – свиной грипп и обычный грипп. Врачи напоминают, грипп – это острое заболевание дыхательных путей. Как правило, болезнь сопровождается ознобом, высокой температурой, кашлем, болями в горле и насморком. Задача медиков – не позволить вирусу распространиться. Грипп – это вирусное заболевание. Сам по себе грипп не страшен. Страшны его осложнения. В первую очередь это пневмония. Могут быть менингиты, энцефалиты. От осложнений гриппа пациенты могут умирать даже. Вакцина – та самая необходимая подушка безопасности, позволяющая избежать опасных эпидемий. Во время прививочной кампании все желающие могут сделать прививку абсолютно бесплатным. У сотрудников Нижнекавского нефтехима также есть возможность привиться без отрыва от производственной деятельности. Практически в каждом подразделении компании оборудован фельдшерский кабинет, где для этого есть все необходимое. Медпункты могут принять нефтехимиков с 8 утра до 3 часов дня. Следует знать, вакцина не полностью защищает от заболевания. Она лишь позволяет протекать гриппу в более легкой, незаметной форме, а также избежать осложнений. Каждый год делаю и не болею, по крайней мере. А без прививок простуды бывали. Всем желающим сделать прививку необходимо обратиться в поликлинику Нижнекамск-Нефтехима в 112 кабинет. Здесь врач проведет осмотр и даст разрешение на вакцинацию. Прививочный кабинет работает с 7.30 до 15 часов дня. Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМедиа. Сегодня в Нижнекамском районе состоялась масштабная акция по очистке прибрежной зоны озера Каракуль. В простонародье его называют пионерское. Нижнекамск-Нефтехим занимается многими городскими вопросами и помогает решать возникающие проблемы, а также ведет работу по экологической линии. Участие в акции «Чистый берег» явное тому доказательство. Журналисты НМедиа присоединились к массовой уборке. Сегодня работники городообразующего предприятия отошли от своей профессиональной деятельности, надели строительные перчатки и принялись за уборку. 12 человек с Нижнекамск-Нефтехима стали участниками экологической акции. Сегодня всех их объединила одна цель – собрать как можно больше мусора и оставить после себя только чистый берег. Очень хорошее мероприятие. Нижнекамск-Нефтехим всегда поддерживал и будет всегда поддерживать такие акции экологические. И в первую очередь, чтобы еще раз донести до общественности, до населения тот позыв, что в первую очередь от нас зависит, в каких условиях мы живем. То есть обстановку вокруг себя, в том числе и экологическую, природную, мы создаем сами. Во время акции Альбине Ивановой удалось собрать немало мусора, как строительного, так и бытового, который, безусловно, оставляют после себя люди. По ее мнению, такого отношения к природе не должно быть. Это плохо сказывается как на экологии города, так и на здоровье нижнекамцев. Мы сами отвечаем за ту среду, в которой мы живем. Экология наша должна быть на высшем уровне. Акция «Чистый берег» проходила при поддержке профессоров КФУ. Озеро Каракуль было выбрано не случайно. В прошлом году специалисты университета обнаружили там особый вид кувшинок, который занесен в Красную книгу. Тем самым озеро Пионерское вошло в число уникальных. Кроме того, оно считается одним из больших озер Татарстана. На этот раз участники акции наполнили порядка 30 мешков мусора. Большая часть была собрана работниками Нижнекамск-Нефтехима. Кирилл Темников, Влас Семагин, НМедиа. Накануне вечером работники Нижнекамск-Нефтехима провели очередные интеллектуальные состязания. Они сражались за звание самого умного. Первая игра осеннего сезона под названием «Я знаю» собрала почти 100 участников. Кто стал лучшим, знает наш корреспондент. Назовите первый отечественный мультфильм, снятый в такой же технике. Внимание на картинку, обязательно смотрите. Девятая игра сезона «Я знаю» традиционно началась с задания на логику. Вопросы, которые подготовили для участников организаторы, совершенно из разных сфер. История, музыка, наука, кулинария и киноиндустрия. Команда уже, в принципе, знает всю структуру игры, представляет, какие могут примерно быть вопросы. Но все-таки тут больше вопросы на логику, чтобы люди пришли, пообщались, отдохнули, познакомились между собой. Проявили хорошее время. Серия игр «Я знаю» стартовала в этом году. Это уже четвертый сезон. Команда разыгрывает осенний кубок. Последние два раза победила команда завода «Этилена» и «Хтиандр» на суше. Завоевать победу помогло какой-то дух внутри, олицетворяло нас это. И рвение только к победе, к победе. Я думаю, ну и во-первых, я думаю, что у нас самые умные люди работают. Я очень рада и горжусь этим. Нефтехимики в этот вечер прошли через семь раундов. Каждый смог почувствовать себя в роли знатока. Весело, интересно, возможность отключиться от работы и пообщаться с ребятами из других цехов, с других заводов. И со своими в неформальной обстановке. И также еще получишь драйв от игры. И просто там посмеешься и, как сказать, после рабочего дня. По итогам игры первое место заняла команда «Повторите вопрос» завода пластиков. Осенний сезон только начался. Впереди у нефтехимиков еще два тура, которые состоятся в октябре и ноябре. По завершению всех поединков мы узнаем, кто же заберет заветный кубок игр. Я знаю. Узель Вазиева, Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМЕДИА. На этом у меня все. Напоминаю, что наши новости вы можете найти на сайте mediainkindh.ru и в группе ВКонтакте. Горячий номер службы новостей 377-00. Звоните, поможем. Программу вела Евгения Смоленкова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok